Ты свежий, просветный и молод Занимаешься спортом, зовёт тебя город Боксбек, BMX, кулинария Совершенствуй талант, что генетика подарила Деказан судьбы, поступай, как знаешь Сочиняй мечты, так ты их воплощаешь Не упускай шанс, уникай мотивацию Я тебе заговорят твои радиостанции У программы подросток Появился надёжный фундамент Строительная организация Арсей Лучшими учениками Королевой и королём Выпускного бала Становятся Екатерина Москвичина И Кирилл Бетли Я хочу сказать огромное спасибо За поддержку моим друзьям Которые помогают мне с уроками В свободное время мы гуляем Я стараюсь не только учиться на одни пятёрки Но и помогать маме по дому А я в свободное от учёбы время Которое бывает крайне редко Люблю поиграть в компьютер, футбол И пионербол Собирать лего Надеюсь, теперь мои родители подарят мне Игровую приставку PS4 Как ты себе представляешь Свой выпускной, Кирилл? Это вы, девочки, мечтаете о таких выпускных? На улице весна И мы с классом поедем отмечать на базу отдыха Бэби Дело в том, что в этом году я заканчиваю начальную школу Отлично! На природе можно подышать свежим воздухом И поиграть в подвижные игры Пионербол, футбол, эстафеты Много места и чаепитие Я наконец-то достану любимый велосипед Хотя за городом такой проиграет горному С широкими колесами и протекторами Экстремалом лучше взять с собой BMX Он не развивает большой скорости Зато отлично подходит для прыжков через препятствия Когда ветер удивнет, достаньте бадминтон! Некоторые профессиональные игроки, кстати Могут играть с пульсом более 200 ударов в минуту Если вы любите отбивать маленькие мячи и валаны Попробуйте сыграть в необычный спорт соревнования Ракетлон Матч по ракетлону из четырех сетов На четырех площадках Это состязание с разными ракетками и снарядами Сквош, настольный и большой теннис А также бадминтон Во всем можно сыграть, но поочередно В общем, прокачайтесь! Матч! Руки поднимаем, руки Ульяна, нет! Что ты делаешь? Ульяна, ты не хочешь, чтобы мы ехали отдыхать на природу без тебя? Да ладно, успокойтесь, это просто такая игра Шиворот на выворот Количество игроков четное Вставайте спинами Можно привязать веревкой или каким-нибудь платком Так, не справитесь с моими заданиями Вы бы... Не справитесь с моими заданиями Вы бываете А теперь вам нужно станцевать танго Все? Отлично! А сейчас вам нужно пробежать 10 метров Куда и обратно Давай! Нет, надо же в одну сторону Туда, давай, туда, давай Так вам нужно станцевать в вальс И поехали! Та-ра-та-та-та-та Вы бываете! Чем еще можно заняться на природе? Фрисби в вольфах Берем с собой летающую тарелку Корзину Или картонные коробки Представим, что у нас в студии много места По периметру расставили корзины коробки Нам нужно переходить от одной ловушки к другой И по очереди попадать в нее фрисби Пока, Фред Сейчас я покажу, Фрисби Сейчас я покажу, Фрисби Камера разбили! Вот сейчас Ульяна точно возьмется за веревку или ремень Катя, ну как так? Как же мы будем теперь вести эфир? еще и оператор пострадал. Чтобы подобного не произошло, играйте осторожно и захватите на природу аптечку. А там стерильные салфетки, раствор перекиси водорода, баниоцин, йон и еще что-то тут. Йон. Ага. И косметичку. Синички припудрить. Этот выпуск программы юбилейный, сороковой. Поэтому не сидим в четырех стенах, а мчим все гулять на улицу. Как весело и активно провести время с друзьями на свежем воздухе ведущие программы подросток покажут. В следующей программе подведем итоги конкурса на самые длинные волосы. А также дадим долгожданный ответ. Кто же? Кто может стать новым ведущим по итогам кастинга? Назовем имена двух ребят, которых выбрала редакция. Решение будет за вами. Зрители, устроим голосование. Ярослав Ермошин и Даша Сметанина познакомили нас с Алиной. У девятилетней девочки шикарные вьющиеся волосы до коле, а именно один метр. Она-то и вдохновила ведущих устроить среди зрителей подростков конкурс на самые длинные волосы. Мы покажем всех участников, чьи фото пришли на нашу электронную почту. Замечу, некоторые не указали свои инициалы и длину волос. Ну тут уж простите. Будьте внимательнее. Итого бы получилось 18 участниц. Самая длинная коса. В 115 сантиметров. У Арины Осяниной. Загадочная красавица получит приз от компании Дареный конь и пойдет в боулинг с друзьями. Дареный конь это более 100 подарочных сертификатов на самые интересные и необычные услуги. Тут и мастер-класс по приготовлению японских ролл, полет в аэротрубе, конные прогулки и многое другое. Сделай жизнь ярче. Позвони 30 08 30 или зайди на сайт дареныйконь.рф Вот что это за погода? Дождь, дождь, ветер и грязь. Так весна же пришла. Хочу на улицу, на природу. Ну тут конечно в классике не поиграешь, а вот резиночки. Катя, а нормальные игры есть? Головокружительные. Есть, нужна бутылка, куда присесть и веселая компания. Ребята, это не то, что вы подумали. Надо вот так вот прокрутиться вокруг бутылки раз 15, дойти до стула и сесть. При этом не упасть в грязь лицом. Бутылка целая, мы тоже. Следующий конкурс. Все мы прыгали на одной ножке, усложняем, зажимаем ее под коленкой и кто дольше простоеет. Так мы все начнем зевать. Давай разделимся на команды. Отлично! Вот идея непромокаемая. На команду плащ, зонтик и шляпа. Чем глупее, тем лучше. Участники по очереди подбегают к стулу, одевают плащ и шляпу, открывают зонтик и кричат. Кажется, дождь начинается. Затем все снимают и бегут назад. Выигрывает команда, которая быстрее закончит эстафету. Кажется, дождь начинается. Для следующей игры нужно четное количество метких и окулев. Мяч и полотенце для каждой пары. Натягиваем полотенце, кладем мяч на раз, два, три. Подбрасываем его в воздух и умудряемся поймать. Победа достается тем, кто дольше всех не уронит мяч. А иначе кому он грязный-то нужен? Врумбол – необычный вид спорта. Внешне похож на шуточный хоккей. Придумали канадцы. У нас, правда, снег растаял. Наступила пора субботников. Все равно возьмем метлы и ими погоняем мяч. Забиваем ворота. Погода, мы тебя победили! Вокал! Главное – красиво уйти. Все, Левая, пошли отсюда. День детского телевидения 6 марта с размахом отметила наша съемочная группа. Шесть часов кастинга выдержали на ногах режиссер, оператор и ведущий Ульяна со Златой. В архиве теперь 55 кадров с песнями, танцами, стихами и акробатикой. Всех участников мы, как и обещали, показали в программах. Всех, кроме двух. Всем привет, меня зовут Леха, фамилия Попов. Моя фамилия стоит на четвертом месте по известности в России. Здравствуйте, меня зовут Максим Беспалько. По мнению редакции, новым ведущим должен стать парень. Нас меньше приходит на телевидение. И не только поэтому. Эти ребята достойны звания ведущих. Занимаюсь я уличными видами спорта и немного увлекаюсь дзюдо. Раньше еще занимался танцами, умел танцевать электродэнс, немного хип-хоп. Ведущим я хочу стать, потому что это также слава. И, во-первых, я хочу показать, какие есть вообще новые видеоигры, какие есть трюки на турнике. Я увлекаюсь английским языком, путешествиями. И еще я коллекционирую карты. Ну, что еще сказать? Зачем коллекционируешь? Ну, просто у меня много разных колод. Это интересно. Вообще, пришел я на эту передачу, чтобы попробовать что-то новое. Ни разу не участвовал в такой программе и захотелось попробовать. Это для меня будет новым и интересным. Теперь ты, зритель, решай, кого хочешь видеть в выпусках программы подростков. А чтобы тебе было легче с выбором, смотри, что умеют наши фавориты. Ну, я знаю одну сценку на английском языке. Могу продемонстрировать. Давай, давай. Кофе. Нет, спасибо. Сид с фодинэй. Сид с фодинэй. Голосуй. У тебя есть неделя. До 27 апреля шли СМС на номер Ватсапа, который сейчас на экране. С именем Алексей или Максим. Девушка, как у этих неприродных вещей шликов. Смотри, какой вкусный. И сочный. У меня ж нос пробил от чеснока. Продолжаем. Продолжаем. Как першик. Кушай, кушай, кушай. Кушай, 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 кушай. А может быть и так. Заказали базу. Купили много еды. А погода испортилась. Ну, не отменять же праздник. Заранее для костра приготовьте сухие дрова и ветки. Поезжайте туда, где есть беседки. И не забудьте подстилки, целлофан или клеенку. Покрывало или теплый плед. Правильно оденьтесь в куртки и дождевики. Нужна непромокаемая обувь. Можете прихватить с собой запасные носки. Ну вот. Легкая добыча для насекомых. Аромат духов, яркая одежда и косметики. Оставь все это дома. Снег растаял. На улице пасмурно и прохладно. На охоту вышли клещи. Да, да. Одесса должна быть с резинками на рукавах и штанинах. Обязательно головной убор. Ай-яй-яй. Живот скрутило. Говорила тебе, не надо брать на природу салаты с майонезом или сметаной. Лучше вымытые овощи и фрукты. Что они могут купить в переносной холодильнике? Или вообще не брать на природу молочные продукты? Слушай, еще скажи, что я тебя заставлял есть незнакомые грибы и растения. Ладно, расслабься. Ну, в общем, подростки, вы понимаете. Собираясь отдыхать на природе, проследите за родителями. Ничего ли они не забыли? Вот мы готовы. А главное, постарайтесь не забыть дома хорошее настроение. Помните, чтобы улучшить психологическое состояние, достаточно побыть на природе всего 5 минут. Что уж говорить о нескольких днях. Ну нет, нам 5 минут будет мало. Так же мало, как и два эфира подростка. Уже пора прощаться. Желаю вам, подростки, чтобы у вас всегда было хорошее настроение. Не отчаивайтесь и достигайте своих великих побед. И достигайте цели. Та-дам! Ну говори! Нам с Кавиллом очень понравилось вести эти эфиры, и поэтому приходите сюда и выйдите тоже. Кажется, что сначала поедите. Если мы будем, конечно. Давай, давай, поднимайся. Давай как-нибудь наше фирменное прощание будет. Давай. Раз, два. Подожди, какое? И всем пока! Давай, давай, давай. Раз, два, три. Всем пока! Всем пока! Я сказала всем пока! Всем пока! Антон, мы тебя любим, Ульяна, мы тебя любим, мы всех любим. Да, потому что мы всех любим. Да, это очень такое приличное общество. Армянский, я сама! Поделись, я плиту. М-м-м-м, ну что? Это так вкусненько. Одну мне дай штуку. Давайте жить дружно! А если не умеете, то новые ведущие Никита и Полина расскажут как. Полина? Она же вела эфир в январе. Вот так встреча. А это еще что? В своем эфире ребята объединят всех. Возьмут грабли, веники и поддержат общегородской субботник. Во имя чистоты, дружбы и общения. Строим сейчас для будущего ваших детей. Строительная организация «Арсей».